добрый день друзья порой знакомясь с некоторыми представителями животного мира удивляешься при чудом природы которые наделяет представителей животного мира различными способностями или особенностями сегодня я расскажу о некоторых видах оленей которых увидев первый раз можно даже испугаться но прежде чем я не буду рассказывать напомню что вы можете подписаться на наш канал и включить колокольчик чтобы не пропустить все самое интересное приятного всем просмотра и так знакомьтесь водяной олень несмотря на то что благодаря клыкам олень выглядит довольно страшно он совершенно безвреден естественный ареал обитания водяного оленя ограничен китаем и кореи живет водяной олень исключительно в болотистых местах на берегах рек озер других водоемов его часто можно встретить в зарослях тростника или в лесистых предгорьях водяной олень совсем не похож на своих сородичей не ростом не повадками по виду он скорее напоминает косулю весом в 15 килограммов его рост едва достигает 55 сантиметров а длина до 1 метра у оленя отсутствуют рога но у самцов имеются мощные верхние саблевидно изогнутые клыки которые на 5-6 сантиметров выступают из-под верхней губы он использует их для того чтобы бороться с другими особями за самку водяные олени одиночные животные за исключением брачного сезона свою территорию они метят с помощью запахов из-за ограниченности ареала обитания и осторожности животного этот вид еще недостаточно изучен в 2019 году с помощью фото ловушки водяной олень отмечен на территории приморского края россии в четырех с половиной километрах от границы с китаем таким образом водяной олень стал новым 327 видом млекопитающих фауне россии и находится под охраной хохлатый олень получил свое название от характерного маленького пучка черного меха на лбу уникальность его заключается в том что у этого вида оленей есть как рога так и клыки с помощью которых он задирает кору с деревьев а также используют для драк с другими самцами во время территориальной обороны рога самца это маленькие шипы и они редко выступают за пучок волос хохлатый олень может иметь шерстью разных расцветок у некоторых представителей данных парнокопытных верхняя часть тела может иметь бурый или темно-серый окрас остальные шоколадно-коричневый оттенок нижняя часть тела шея и голова с рожеватым тоном немного светлее хохлатые олени обитают на юге и юго-востоке китая в восточном тибете и на севере мьянмы эти олени травоядные животные и питаются они листьями ветками травами кустарниками и другими растениями поэтому живут в высоких и влажных лесах вблизи линии деревьев как в лиственных так и в вечно зеленых лесах в случае если животное почувствует что-нибудь неладное она пускается в бега забавно при этом задрав хвост вверх белой его стороной интересно что так он предупреждает остальных о приближающейся опасности на сегодняшний момент информация о врагах этого животного отсутствует поскольку хохлатый олень еще мало изучен учеными с необычной прической и устрашающими клыками этот хохлатый олень определенно единственный в своем роде животное породившие множество мифов и суеверий кабарга можно встретить в горных и густых лесах азии россии китая тибета и корейского полуострова как и обычные олени кабарги являются травоядными животными поскольку они питаются листьями цветами и травами с мхами или шайниками животное сильно отличается от своих ближайших родственников как размером так и внешним видом свою славу олень приобрел благодаря двум причинам необычным передним клыкам которые растут из верхней челюсти и мускусу именно это вещество стало целью многих браконьеров которые готовы были уничтожить целый вид лишь бы заполучить столь желанную награду люди с древних времен используют мускус для изготовления благовонных материалов мыло а также в традиционной китайской медицине в конечном счете на кабаргу охотились все кто хотел быстро заработать это привело к тому что численность этих животных снизилась до такого предела что они были на грани полного вымирания поэтому кабарга находится под охраной всемирной организации по защите прав животных в россии два хозяйства занимаются разведением этих уникальных оленей сравнительно небольшие олени мунджаки являются жителями южной и юго-восточной азии а в доисторическую эпоху они населяли также и европу как и у почти всех видов оленей рога есть только у самцов они прямые имеют лишь одно максимум два ответвления длиной не более 15 сантиметров ими мунджаки защищают принадлежащие им районы от вторжения других самцов а также вход идут острые резцы которые растут в их верхней челюсти при волнении или возбуждение эти олени издают звуки схожие с лаянием собак мех животных в зависимости от вида имеет различную окраску от желтоватый до серо-коричневый и темно-коричневый иногда со светлыми пятнами эти олени обитают в лиственных или хвойных лесах питаясь побегами кустарников и лесных трав в британии люди считали их одним из самых разрушительных животных вредителей это происходит потому что они повреждают молодые деревья и лесные массивы и могут даже нанести ущерб зерновым культурам и фруктовым садам в азиатских странах мунджаки являются предметом охоты их мясо считается деликатесом друзья пишите в комментариях знали ли вы ранее о существовании клыкастых оленей подписывайтесь на наш канал ставьте лайки если вам понравилось нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео и поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями продолжайте смотреть самые удивительные и необычные топы и факты на канале необыкновенная вселенная всем здоровья и до новых встреч